Курбан-Кульбе Каманова преподает в одной из шимкенских школ. В течение 37 лет она учит детей английскому языку. Педагог высшей категории сейчас работает на полторы ставки, поэтому и зарплата соответствующая. В месяц, говорит женщина, получают больше 400 тысяч тенге. Аттестацию каждые пять лет проходим. Часов тоже зависит, сколько мы получаем. Мы получаем достаточно положенные часы, нам дают, и мы получаем нормальную зарплату. У нас хватает зарплата, потому что у нас добавляют каждый полгода, каждый год. Курбан-Кульбе Каманова не только учит детей, но и сама учится всю свою жизнь. И если раньше заработная плата учителей была просто мизерная, то сейчас ее постоянно повышают. За последний год подняли на 25%. Средняя заработная плата педагогов составила 312 тысяч тенге. По словам экономиста Армана Байганова, такая градация заработных плат среди учителей, когда предметники получают на 100 тысяч тенге больше, чем учителя в начальных классах и колледжах, вызывает диспропорцию. И таким образом мы можем получить нехватку педагогов, чьи зарплаты ниже, и переизбыток тех, кто метит на более высокий доход. Но в целом же, если сравнивать с другими профессиями, врачами и пожарными, например, педагоги зарабатывают довольно неплохо. По словам специалистов, заработная плата педагогов зависит от учебной нагрузки, стажа, категории и квалификации. Первому педагогу-модератору устанавливается доплата за квалификационную категорию в размере 30% от должностного оклада, педагогу-эксперту 35% от должностного оклада, педагогу-исследователю 40% от должностного оклада и педагогу-мастеру 50% от должностного оклада. В следующем году зарплату педагогам планируют поднять также на 25%. Ее будут повышать на четверть каждый год до 2025 года. Анастасия Новикова, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «ЮТРАР».